Всем доброго утра, мои дорогие девочки, мальчики! Как у вас настроение у Светланы? Суперское настроение! После йоги бегу на набережную. Мы вчера, когда занимались с девочками, а после сделали растяжку, так растянулись мышцы, так болели, но я все равно встала и иду. Желаю всем прекрасного дня и хорошего настроения. Покажу, что у меня будет интересного сегодня. Субботнее утро. Мерсин спит, мои дорогие. Вот такое солнышко нас встречает. Все вокруг предрасполагает к тому, чтобы заняться с собой, полюбить себя. Так хотелось поспать, но организм привык с утра вставать. И вот я уже на своем рабочем месте. Посмотрите, какие изменения произошли у нас на набережной. Вы помните, был такой пляж искусственный? Его сейчас уже нет, трактора работают. И вот так вот все классно, мои дорогие. Вот, работает, Мерия работает. Что они копают, не знаю, но все чем позанимаются. Друзья мои, сегодня на ужин я решила приготовить куриное суте с грибами и гарнир макароны. Ну, а также у нас есть суп, салат оливье, йогурт с оленя. Приятного нам аппетита, мои дорогие. А у вас что на ужин пишите? Ура, ура! К нам пришла осень или зима сразу. Какая закономерность, друзья мои. Сегодня, недавно, вот я прочитала сообщение одной моей подписчицы, где она мне присылает такую сибирскую погоду, видео снимает. А у нас было облачно, солнышка не было с утра. И вы представляете, через час такая картина. Все, кто в парке, бегом бегут. Многие же на пикник приехали. Да, потому что это такая редкость у нас, эти дожди. Я быстро тоже белье, стирку выбежала, все сняла. Ну, вот сегодня такой у нас день. Планы поменяются. Мы планировали с Эндером поехать, покататься сегодня на велосипедах. И я смотрю, что у нас ничего не получится. Значит, появились какие-то другие планы. И больше всего мне хочется, что мне хочется, напечь сегодня блинов или сделать какую-то выпечку, с тестом повозиться. Ну, вот душа так хочется, да, просит. Одеться тепло, включить такую, знаете, что вот уюта хочется. Чего-то такого хочется. Я сама еще не знаю, чего мне хочется. Но я пойду первым долгом. Начну с йоги моей любимой. И потом уже буду планировать свой день. Это хорошо, когда ты все, что можешь, можешь кушать. Не боишься за лишние килограммы. Хотя мне надо пойти в поликлинику и посмотреть холестерин. Я его забросила все лето. Да и вот осень уже, с лета как начала. Давно не проверяла свои анализы. Надо посмотреть, друзья мои. Сейчас интересно. Я так чуть-чуть собрала коврики, но все надо уже убирать с балкона. Да, вот будет вот такая бяко-слякость иногда. Иногда, друзья мои, иногда. Я не думаю, что он будет целый день у нас такой дождь. Такого у нас нету. Ну, пора бы. Закрываю я, закрываю. Коврик, видите, как сразу так потемнело. Коврик мой готов. Я нахожу, вот, пока раздетая. И на кухне темно. Хорошо, когда с вечера все, порядок. Кушать у меня есть сегодня. А здесь, с этой стороны, пахнет пирожками. А я, наверное, тоже выпечку сегодня сделаю. Я не думаю, что с этой стороны у меня меня затопит нас. Да, боюсь, а тут цветочки такие красивые. Посмотрите на них. Я вам покажу их каждый день уже. Но они так мне нравятся, друзья мои. Перчики. Одни перчики. Посмотрите какие. Вчера я попробовала. Боже, какой горький. Какой горький. Говорю, мужу, почему не кушаешь? Он говорит, не хочу. Вот такие вот у меня красавцы. А я еще вчера подмела, здесь помыла полы. Ну, ничего. Да, уже все. На балконе жизнь закончилась. Знаете, что, если бы у меня было там на балконе удобное такое кресло сядешь или еще что-нибудь, тогда можно было с удовольствием полежать, посидеть. Все, друзья, пошла я садиться на коврик, потом буду кофе пить, буду жарить себе блины. Время-то сколько, смотрите. А я все хожу, работаю. Ну, все, мои дорогие. Кстати, кто не подписался на мой инстаграм, подписывайтесь. Там я очень интересные посты пишу и вообще поддержите меня. Уважаемые друзья и подписчики, подписывайтесь на мой канал на инстаграме. На нем вы увидите то, что я не показываю на ютубе. Это интересные фотографии, посты о моей жизни, о моем бизнесе. Ссылка находится в описании под каждым видео. Пожалуйста, переходите по этой ссылке и становитесь моими подписчиками. Вместе мой сила. Да, не тут-то было, друзья, посмотрите, дождь перешел на эту сторону. У нас же было такое и ураган. Помните, я вам показывала раньше? Все. А я тут игрушки вчера сложила, перемыла все. Смотрите, что творится. Видите, перешел на эту сторону. Значит, сделаем вот такие баррикады. Ну, а эти дорожки, пускай они и будут, да? Как вы думаете, главное, столик спрятать? Или все-таки их вот так вот надо сложить? давайте сложим. Видите? Ну, так. Сложим, раз так. Сложим. Вот так. Все, нам не страшно серый волк. Ух, какая погодка! Зато цветочком как весело бы. И все. Пошла я на ковре, как люди смотрят, выбежали на балкон. А я сейчас занимаюсь собой. Поощипывала бровки. Делаю, сейчас макияж крашу. Приняла душ, искупалась. Вот так вот, мои дорогие. Надо себя привести в порядок, а потом уже будет настроение на все остальное. Вещи надо складывать, столько дел и столько работы. Надеюсь, у вас хорошее настроение, солнышко, тепло у многих из вас. Но если пусть будет не на улице солнышко, то у вас в душе будет солнышко. Вы будете сиять, радоваться жизни. и оставаться со мной. Смотреть мои видео. Теплые, позитивные, хорошие, добрые, не скандальные. Подписывайтесь, кто новичок. Ставьте лайки, пишите комментарии. И делитесь моим каналом с вашими друзьями. Я накрасила реснички, совсем другое дело. Вы знаете, я так довольна этой тушью. Очень довольна. Все спрашивают меня, пишут в личку, пришлите фотографию. Всем отправляю. Кто хочет, всем отправлю. Еще сейчас губы так сохнут. Очень хорошая гигиеническая помада от Ивруше. она еще с таким цветом морковным, моим любимым. Ну вот и все. блин, блин и так хотелось, и перехотелось в один момент, как увидела солнце. гигиеническая помада. Друзья, у меня какая-то сейчас новость, я жду ее, поэтому не могу рассказывать, поэтому, наверное, я какой-то период пропала из вида. Загружаю видео, которые я сняла раньше, то есть они не совпадают, допустим, с сегодняшним днем, с задержкой. У меня не было настроения, и когда, дай Бог, чтобы все исполнилось, я вам с вами обо всем поделюсь. Вы имеете терпение, пожалуйста. Я пока не имею права говорить. Сегодня вот эта погода, непонятно какая, испортила все мои планы. Ничего не сделала, то, что запланировала насчет блинов, выпечки какой-то. А сегодняшний день посвятила себе любимой. Сейчас буду сидеть, рисовать нейрографику. Эндер ушел с другом гулять, я отказалась. Хочется побыть одной со своими мыслями. Мне нужно как раз сейчас время помолиться, и побыть собой. Думаю, что в следующем видео расскажу вам, что в данный момент происходит, почему и за что я переживаю. Вы уж наберитесь терпения, мои дорогие. Я вам все расскажу. Вот в парке столько людей, как будто и не было дождя. Дождик, дождик, приходи, но Эндер одел уже такую легкую курточку. Все, буду сейчас рисовать нейрографику, потому что мне скоро начинается мой вебинар. Мои дорогие, вы видите, чем я занимаюсь. Я занимаюсь сейчас раскраской, и захотелось мне взять красный. Это алгоритм нейрографики, называется алгоритм благодарности. То есть каждый человек должен благодарить Бога, Вселенную за то, что с ним происходит каждый день. Это может быть и плохое, и хорошее. Ведь плохое это очередной урок наш какой-то, да? А плохое это очередной урок, а хорошее это и есть хорошее. Почему бы не нарисовать и не отблагодарить? Вот так мне захотелось именно все взять красный. сначала и у меня такая рефлексия идет, прямо жар такой. Это у меня второй рисунок. Это у меня первый рисунок. Я вот сегодня вечером нарисовала. Но перед тем, как начать рисовать, мы должны писать тему и слова в течение двух минут. Вот то, что вы думаете по этой теме, все писать подряд. Естественно, в конце, как нарисовала. Вот пример. я начинаю с темы, с этих прорабатываю слова и потом начинаю разукрашивать. Это очень интересно. Попробуйте. Особенно сейчас многие, которые сидят в локдауне, нечем заниматься. Это действительно очень помогает. Ведь это исполняет все желания, как бы кто не смеялся. Так что учитесь, проходите марафоны и рисуйте. Мои дорогие, вот я закончила свою нейрографику. я бы еще и третий, четвертый, пятый, шестой рисовала. Нужно вставать, другие дела меня ждут. Такое получаю удовольствие. Сам себе режиссер, а этот какой красивый, посмотрите. Видели мои красивые лотосы, нейролотосы. сейчас смотрю и думаю, неужели это я нарисовала? Красота! Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.